В Москве на самом деле осталось около 100 памятников Ленину. Вот 100 лет Октябрьскому перевороту и 100 фигур. Но нужно обратить внимание на то, что примерно 70% этих памятников довольно некачественные. Это гипс, это не такие уж прям материалы, которые стоят 100 лет. И сейчас я вам покажу очень интересный образец. Это так называемый Ленин на колесах, который был установлен в 1925 году. А ничего от него не осталось на самом деле. Смотрите, мы видим только тележку, которая выполняет роль постамента. И надпись Владимиру Ильичу Ленину воздвигнут рабочими паровозных и вагонных мастерских пятого участка тяги Октябрьской железной дороги. И смотрите, это было к восьмой годовщине октября. Не подскажете, где вот Ленин? Мы просто этого Ленина разыскались уже. Мы и ЧОПовцы спрашивали, и прохожих спрашивали. Давайте я вам покажу, где он находится после реставрации. А, то есть сейчас идет процесс постепенный. Ого! Вот Владимир Ильич, который подготовлен к установке. И воссоединится наконец-то со своим пьедесталом. И будет стоять. А он технически мог бы перемещаться все-таки? Технически что? На колесе. Да, как на колесной тележке. Нет. Колесной пары нет. Он был предусмотрен, что сам он должен был крутиться. А, то есть это такой Ленин? Игорь Валентинович, пройди, пожалуйста, подскажешь. Начальник ДПО. У меня здесь элемент рука была отломана, ухо. Пинжак. Пинжак, нога. Сейчас все полностью в сборе. А в следующем году по весне погода сейчас не совсем, скажем так, нормальная. Помоем еще лаком. Покроем, ну что бы вы сказали? Ну это вы сделали на свои деньги, получается. Не на... На свои. Государственные. Как формируется культ? Это очень причудливая вещь. Потому что когда Ленин еще жив, нет никаких официальных картин, нет никаких официальных, что ли, шаблонов, с которых нужно лепить. Это можно понять и по Ленину, и по Сталину. Они становились все скучнее, скучнее, скучнее. Здесь Ленин, несмотря на вот эти пять слоев краски серебрянки, здесь еще прослеживается какая-то попытка, ну что ли, сохранить изначальные черты его облика. Это один из самых ранних лениных Москвы. Он только отошел на тот свет. И вот его уже поставили в 1925 году. А у нас всегда, как вы сами понимаете, любят снизу перевыполнять план. Это народная инициатива. Это вот как лебедь из покрышек. Он немножко креповат тем, что изначально должен был поворачиваться. И вот как мы выяснили из разговора с работниками ДПО, они хотят это все восстановить, механизировать. И тогда Ленин будет указывать на все стороны света, на все 360 градусов. Такая вот механическая игрушка.